Анна Катрина Вестли, повесть Каоса Бьернар, глава девятая, берегись человека. Как только Каос принес табуретки, Бьернар сказал, а теперь переверни их вверх ножками. Помнишь, как твой папа поднял ноги с лыжами, чтобы встать? Помню. Каос сразу сообразил, что придумал Бьернар. Я их поставлю за твоей коляской, а на перекладину положу подушку, чтобы мягче было сидеть. Устраивайся поудобней, нам предстоит долгое путешествие. А нырять это опасно? Каос немного встревожился. Нет, но осторожность не помешает, серьезно ответил Бьернар. Остерегайся, акул. Цель нашего путешествия – изучение китов и тюленей. Может быть, акулы там и не водятся? Все-таки это Антарктида. Или тебе больше хочется поехать в Арктику? А где это? Я не знаю, признался Каос. Арктика там, где Северный полюс, а Антарктика, где Южный. Давай поедем куда ближе. Тогда в Арктику она ближе, но тоже не рядом. Для такого путешествия нужно запастись провиантом. Провиант – это еда, которую берут в дорогу. Пожалуйста, сбегай снова на кухню, это уже в последний раз. Бегу! Каос обрадовался, что сейчас опять увидит Эву. Ему захотелось попрощаться с ней перед таким долгим и опасным путешествием. Эва и без него догадалась, что мальчикам захочется есть, и приготовила бутерброды. А в стеклянной банке уже стояли морковные палочки. «Я пришел за провиантной едой», – сообщил он. «Нам надо взять ее с собой в путешествие». «Понимаю», – сказала Эва. «Вы поплывете на подводной лодке, да? Тогда лучше положить бутерброды и морковь в металлическую коробку из-под печенья, чтобы они не отсырели. А кроме того, вам надо взять по бутылке молока». Она достала две бутылки и наполнила их молоком. «А мы в Лилипутике делали из таких бутылок грелки», – сказал Каос. «Да, эти бутылки очень удобные, я их храню. Всегда для чего-нибудь пригодятся». Провианта набралось столько, что Каосу было не унести его за один раз. «Пока наша лодка погружаться не будет. Вдоль берегов Норвегии мы пойдем на поверхности, чтобы не пропустить тюленей», – сказал Бьернар. «Сейчас мы с тобой в большом городе, где работает мой папа. Там есть гавань, оттуда мы и отправимся в путь. Мы не можем начинать путешествие в нашем городе, ведь у нас нет моря». «Можем!» Каосу хотелось показать, что он тоже кое-что знает. «Наш водопад впадает в озеро. Из озера вытекает река, а все реки рано или поздно впадают в море. Мне папа и мама говорили». «Значит, поплывем отсюда». Сегодня Бьернар был надиво-покладистый. «Так даже лучше. Наша подводная лодка как будто спрятана под мостом у газетного дома. Сейчас ночь. Наше путешествие и время отъезда хранятся в тайне». «Папе с мамой тоже не говорите об этом», – шепотом спросил Каос. «Ни одной душе. Но ведь Эви мы сказали...» «Да, но она не знает ни цели нашего путешествия, ни времени отплытия. Так лучше. Не будут за нас волноваться, а вот о своем возвращении мы им сообщим». Каосу было немного не по себе от того, что подводная лодка спрятана под мостом возле его дома. «Ну что поделаешь?» Он сам предложил, чтобы их экспедиция началась тут же, в городе. «Как ты думаешь, наша лодка выдержит, когда будет проходить через водопад?» – осторожно спросил он. «Она все выдержит», – успокоил его Бьернар. «Но мы можем начать свое путешествие на озере. Поплывем подо льдом». «Ладно», – согласился Каос. «Он уже перенес на борт весь провиант, и ему оставалось только убрать трап». «Будем говорить шепотом», – предупредил его Бьернар. «Все на борту?» «Задрает люки», – отдал приказ Бьернар. «Кажется, так надо говорить. Подожди, Каос, мы забыли про перископ. Принесись в передний Эвент зонтик. У него подходящая ручка. Подводная лодка не может быть без перископа». Каосу пришлось еще раз выйти из лодки и принести зонтик. Наконец, все было готово. «В лодке темно», – проговорил Бьернар. «Он любил таинственность. Мы плывем по реке подо льдом». «Нам обязательно все время плыть подо льдом?» – спросил Каос. «Ему хотелось, чтобы они время от времени всплывали на поверхность». «Сейчас мы плывем очень быстро, потому что нам помогает течение», – продолжал он. «В озере мы не сможем плыть с такой скоростью». «А мы пустим мотор на все обороты», – сказал Бьернар. «Вот мы и в озере. Тут уже не страшно, если нас обнаружат. А теперь мы как будто уже в море и плывем вдоль берега. Только помни, мы должны держаться в пределах 12-мильной зоны, иначе нашу лодку сочтут вражеской». «У самого берега разрешается плавать только своим лодком, да?» – удивленно спросил Каос. «Да, но у нас не военная подводная лодка, а научная. Мы изучаем жизнь моря в мирных целях. Если нам встретится чужая подводная лодка, мы пройдем мимо, не вступая с ней в переговоры». «Правильно, не будем с ними разговаривать». «Наша лодка идет на большой глубине», – объявил Бьернар. «Киты тоже могут ходить на такой глубине, но им приходится всплывать на поверхность, чтобы набрать воздуха». «Но разве киты ходят?» – удивился Каос. «Нет, я оговорился, они плавают», – сказал Бьернар. «Мы развили огромную скорость и уже достигли Северного полюса. Здесь мы пробудем долго, потому что нам надо много исследовать. Сейчас мы поднялись на поверхность и наблюдаем за белым медведем. Мы подошли к нему совсем близко. Вот он положил лапу на иллюминатор. Но ты не бойся, наша лодка очень прочная. Постарайся получше рассмотреть его лапу. До сих пор никто не видел снизу ступню белого медведя. Мы с тобой первые. А теперь давай наблюдать за моржами и тюленями». «За морскими зайцами, да?» Каосу очень понравилось это название. «Нет, морских зайцев здесь нет. Они водятся на побережье Норвегии, а мы сейчас в Арктике. Тут живут совсем другие тюлени. Знаешь, сколько всего есть видов тюленей?» «Нет, 32, и все они тюлени. Когда-то рыбаки считали, что если тюлень плывет перед шхуной, улова не жди, а если сзади, улов будет очень большой. С тюленями связано много поверий об утопленниках, о морских привидениях. Морское привидение все равно, что морской тролль. Мне даже жаль, что их на самом деле не существует». «Откуда ты знаешь, что есть 32 вида тюленей?» – недоверчиво спросил Каос. «Только вчера прочел в энциклопедии», – гордо ответил Бернар. «Готовься к выходу из лодки, Каос!» «А в море очень холодно», – поинтересовался Каос. «Ты сам говорил, что тут ледовитый океан, белый медведи и лед». «В водолазном костюме тебе не будет холодно. Ты даже не заметишь, что кругом лед». «А когда захочешь, чтобы я поднял тебя на борт, дерни за канат». «У меня нет каната, у меня шнур», – поправил его Каос. «Ну, дернешь за шнур». К спине Каоса была привязана пластмассовая бутылка. На лицо надета маска, а в руках он держал шнур, обвязанный также вокруг груди. Он лег на пол и сделал вид, что плывет. Бернар включил магнитофон, и снова раздались странные звуки. «Киты!» – воскликнул Каос. «Скорее поднимай меня из воды!» И он задергал шнурок. «Киты не опасны!» – успокоил его Бернар. «Но они, наверное, думают, что ты опасен для них. Все-таки ты человек». «Я не опасный, ты же знаешь. Пусть не боятся. Я только посмотрю на них». «Нет». «Бернар, все равно вытащи меня обратно в лодку. Я боюсь. Они такие большие. Сколько в них метров?» «Сто или около того», – ответил Бернар. «Точно не помню. А сейчас я очень занят и не могу больше с тобой разговаривать». Он стал что-то писать и рисовать на картоне. «Покажи это китам!» – сказал он наконец. «Каждому киту, которого ты увидишь». «А что тут написано?» – спросил Каос, хотя он находился глубоко под водой, и Бернар не мог его услышать. «Тут написано «Берегись человека», – сказал Бернар. «Человек – главный враг китов. А еще они должны остерегаться судов, потому что на них плавают люди. Суда выпускают в море нефть и загрязняют воду, а шум моторов мешает китам переговаривать друг с другом». «Интересно, о чем они разговаривают?» – спросил Каос. «Обо всем, что придет в голову», – ответил Бернар. «У китов очень большой мозг, гораздо больше, чем у человека, а мысли рождаются в мозгу. У китов должно рождаться очень много мыслей». «Бернар, киты уже давно прочли все, что ты им написал. Подними меня наверх». «Подплыви к лодке и через люк вози внутрь», – сказал Бернар. «Каос залез в лодку и с удовольствием снял с себя маску, потому что в маске он плохо видел, и ему было жарко». «Ну-ка, что у нас там за провиант?» – спросил Бернар. «Пора за него приняться». «Бабушка говорит, что от морского воздуха очень хочется есть», – сказал Каос. «Она права». – Бернар засмеялся. «А когда мы поплывем в Антарктиду, сегодня или в другой день?» «Лучше в другой день», – попросил Каос. «Сегодня мне больше не хочется нырять». И в самом деле путешествие их затянулось. Эва давно перестала играть, и когда мальчики поели, она предложила им пойти погулять. «Дорогу расчистили, мы легко проедем до главной улицы и там погуляем, а заодно и купим продукты», – сказала Эва. «Если у тебя хватит денег, купи мне, пожалуйста, и новый альбом для рисования», – попросил Бернар. «Конечно», – пообещала Эва. «Но сегодня восемь градусов мороза. Боюсь, как бы ты не замерз. Мы с тобой отвыкли от морозов. На юге было жарко. Может, все-таки согласишься на меховой мешок?» «Ни за что!» – категорически отказался Бернар. «Он доходит мне до подмышек. Я в нем совсем как маленький». «А я знаю, что надо сделать», – вдруг вмешался Каус. «В мешке Бернар может гулять вечером, когда его никто не видит, а сейчас...» Каус выбежал в прихожую и принес пару больших сапог. «Это папина сапоги», – сказал Бернар. «Они мне велики!» «Вот и хорошо», – сказал Каус. «Надо сделать так, как делала тетя в лилипутике. Сначала мы согреем воды». «Зачем ее греть? У нас ведь идет горячая вода», – сказала Эва. «Потом сполоснем их теплой водой, чтобы они согрелись», – продолжал Каус. «Кто, сапоги?» – Эва ничего не понимала. «Не, не сапоги, а бутылки, которые мы брали с молоком в путешествие на подводной лодке». «Их лучше вымыть холодной водой, они будут чище», – сказала Эва. «А их и не надо мыть, их надо только немного согреть, чтобы они не лопнули. Потом надо налить в них горячей воды, завернуть покрепче пробки, обернуть бутылки полотенцем или сунуть в шерстяные носки и положить в сапоги. Бьернар наденет сапоги, ему будет тепло, а все будут думать, что у него просто большие ноги, и никто не примет его за маленького». Бьернар с удивлением слушал Кауса, и по лицу у него расплывалась улыбка. Под руководством Кауса Эва налила в бутылки горячую воду и засунула их в сапоги. Наконец Бьернар сел в коляску и надел сапоги. «Как тепло!» – сказал Бьернар с восхищением. Эва с Каусом быстро оделись, и все трое вышли на улицу. Снега на тротуаре не было, зато было очень скользко, и Эва с Каусом крепко держались за коляску. Бьернар по обыкновению смотрел по сторонам, ему было тепло, и ноги у него больше не мерзли. Они долго гуляли, купили продукты и альбомы для рисования Каусу и Бьернару. После обеда за Каусом пришла мама. «С Новым годом!» – приветствовала она Бьернара и Эву. «Как хорошо, что вы уже дома, мы без вас соскучились. Ты загорел, Бьернар, купался?» «Каждый день», – ответил Бьернар. «Воду в бассейне подогревали, и я на коляске мог доехать до самой воды. Папа тоже со мной купался в бассейне, он любит теплую воду. Каус, не забудь!» «Чего?» – спросил Каус. «Нашего путешествия?» «Не только. Вспомни, что ты должен нарисовать сегодня вечером». «А, нарисую, и ты тоже нарисуй», – сказал Каус. В этот вечер рисовали все. Каус быстро лег и рисовал в постели. Бьернар тоже рисовал, сидя в постели. И Эва рисовала в гостиной. И папа с мамой немного порисовали. Но самое главное, что в 30 километрах от города дядя сидел у себя дома перед листом бумаги и задумчиво грыз карандаш. И все они старались придумать, как сделать, чтобы коляску Бьернара было легко возить по снегу.